МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господа, я очень рад вас приветствовать и надеюсь, что сегодняшняя наша беседа будет как содержательна, так и интересна. И хочу представить нашим зрителям сегодняшних участников. Во-первых, я ведущий Александр Гринин. Это, в общем-то, не главный участник сегодня, а главные у нас два участника. Это основной докладчик. Это Владимир Анатольевич Каченко-Гильдебрант и Георгий Борисович Дергачев, первый великий мастер Великой Ложи России, великий прецептор Великого Преората России, суверенного военного ордена Иерусалимского храма. Я очень рад видеть вас, господа, и надеюсь, что вы расскажете нам сегодня о ваших идеях. Но основной идеей, если я правильно помню, это написанная вами, Владимир, книжка, вернее, это перевод знаменитой книги Жан-Марии Рагона, то есть масонская символика. Ортодоксия, то есть правоверие, если по-русски, это правоверие. Но можно даже переводить как православие. Масонское православие, да. Это любопытно. Ну, я хочу сказать, это отнюдь не оксюморон. Это действительно так и есть, если почитать книгу Рагона. Ну, вообще, я могу в двух словах сказать предыстории. В старой моей библиотеке, еще у моих родителей, была французская книга Жан-Мария Рагона. Именно это по-французски. Я с детства еще мечтал, честно говоря, перевести на русский язык. Ну, естественно, я тогда владел не так французским, как сейчас. Но в результате всех этих наших переездов, в результате моей службы последующей, эта книга, скажем так, потерялась. Куда она делась, непонятно. Это было первое издание Рагона масонской ортодоксии 50-х годов 19-го столетия. Ну, уже после того, как я, значит, уже в зрелом возрасте, я опять вернулся к Жан-Марии Рагона. Вот у меня интересные вещи, что те книги, которые я когда-то видел, я к ним возвращаюсь. Но на самом деле это интересно. Значит, ну, уже вернулся я к Жан-Марии Рагону, уже, скажем так, сотрудничая и являясь членом великого приората России, суверенного военного ордена Иерусалимского храма. Вот. Объясню почему. Потому что, в общем-то, идея реконструкции этого ордена в начале 19-го столетия, она принадлежала, соответственно, как Раймону Бернару Фабре-Палапре, врачу, наполеоновскому чиновнику, который был протагонистом этого ордена. Ну, и самому Жан-Марии Рагону, потому что он друг был. Раймона Бернара Фабре-Палапре. И, кстати говоря, не просто друг, они состояли еще в одной ложе, где был достаточным мастером Жан-Марии Рагон. То есть ложе Триносов. Это ложе Триносовом связано с такой легендарной личностью, совершенно удивительной, ну, непонятно, что там, больше личности, либо больше легенд об этой личности, графом Сен-Жерменом. Известным, ну, и, соответствующе, состоявшим в переписке с нашей великой императрицей Екатериной Второй. Ситуация какая была? Я просто в двух словах хочу сказать, почему они решили возродить Орден Тамплиеров. Дело в том, что к тому времени уже Наполеон входил в большую силу после периода консулата. Ну, он решил стать императором. То есть была реставрация, ну, реставрация наполеоновская, скажем так. Мы не имеем в виду реставрация Бурбонов, которая уже была после, значит, после отстранения от власти Наполеона. Вот. Наполеон абсолютно примирился к церкви римской католической. Известно, что он даже папу перевез в Париж. Ну, так им было удобнее. Вот. И определенные артефакты. И он решил создать, вот, для, как бы, конкурируя с другими католическими военными орденами, главным образом, орденом госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, который к тому времени уже после, значит, вот, трагедии с Павлом Первым он обратно вернулся уже в Италию. В 1801-1902 год там был назначен уже папский его лейтенант, великого магистра Томази. Ну, соответственно, для борьбы, в общем-то, с Иоанном, ну, скажем так, для конкуренции он создал этот орден. Но я бы хотел сказать, что действительно существовала традиция, которая, вот, эзотерическая, христианская традиция, которая передавалась там. Нам неизвестно, вот, подделка или не подделка, так называемая карта Лармениуса, которую демонстрировал, значит, Фабре Палапра, тогда Наполеону. Но, тем не менее, существовали различные французские эзотерические организации, именно в католической парадигме или в христианской парадигме. Это прежде всего общество внутренней звезды и рыцаря Параклея, святого Параклета, вот, значит, которые передавали вот традицию тамплиеров, именно традицию, именно эзотерическую традицию тамплиеров. И, насколько мне известно, вот сами эти эзотерические сообщества, они еще существовали в начале 20 века, потому что их материалы достались великому христианскому символисту. Я, кстати, перевел его в два тома «Бестиария Христа». Это Луи Шарбоно-Лассе. Это известная фигура, но вот по-русски она вышла только впервые в прошлом году, а вот через, надеюсь, через пару месяцев Света уже увидит его вольнерарий Христа. Что такое вольнерарий? Это книга тайн Христовых, то есть книга ран Христовых, то есть символика ран Христовых. И вся христианская символика, которая, к сожалению, была в веках, она была просто забыта, ну и даже профанизирована в какой-то степени. И во время Рагона, и уже после его смерти, деятельность, в общем-то, зловещей личности Альберта Пайка была связана. Противоречивой личности. Нам сложно сказать. Но Пайка не все принимают. Все не принимают. В Северной Америке. Да, не принимают. Пайк, он, конечно, произвел реформацию серьезную. Мне казалось, что Пайк как раз это вот параллельная американская фигура, параллельная Рагону. То есть, так же вот это вот километры текстов, большое количество вот этих каких-то слов, которые, в общем-то, современный читатель просто не воспринимает. Очень сложно читать. Да, морали долгой там. Ну, интеллектуал. Мне кажется, у Рагона так же, у него это очень сложно. Не зря я его там с Блаватской дружил, который тоже сразу не поймешь. Да, конечно, конечно. Это верно. И потом к другу пойдет. И потом не пойдет. Да, но я хочу сказать ведь следующее, да, допустим. Вот архив, ну, насколько известный, насколько об этом говорит Блаватская, после смерти Рагона, в общем-то, его архив исчез. То есть, вот эти шесть томов, он завещал, ну, шесть, шесть с половиной считается, седьмой там, шесть томов инициатической летописи, ну, можно перевести, наверное, на инициатическую хронику, да, то есть, они исчезли. Говорят, они были как раз, вполне вероятно, что они были куплены иезуитами, и сейчас прибывают в здравии эти тома в Ватикане. Корни верований Рагона, да, то есть, они идут, условно говоря, он считает, что вдохновителем вообще масонства был Кирхер, я правильно понимаю? Да, он считает так, он считает... Но документов он никаких не приводит, в общем, нет. Вдохновители масонства, значит, Кирхер, ну, соответственно, Игнатий Лайова, документов он не приводит, значит, но я документы, значит, копировал документы Элия Сэшман, ну, он еще был выдающимся алхимиком, я имею в виду Эшман, то есть, ну, и, собственно, Рагон был алхимиком, вторая часть книги об этом и говорит, там, в общем-то, у него о тайнах королевского искусства, что оно идет из Египта. Другое дело, что ведь традиция, она действительно может как-то прерываться, эзотерическая ведь традиция, формально она могла существовать, конечно. А что потом? То есть, вот если я правильно помню, он сложил себе масонские полномочия, ну, какие-то административные, уехал в Америку, Да, да, он долго занялся писательским трудом, совершенно верно, он много путешествовал, его занятия бизнесом, ну, скажем так, коммерцией, ничему не привезли, ну, привели к разорению, в общем-то, мануфактуру, которая ему досталась по-приданному от жены. Потом он уехал в Америку и занимался только своим писательским, исследовательским трудом. В масонских архивах, которые к тому времени уже, я имею в виду, 40-е годы 19-го столетия, они уже сформировались на тот момент, в общем-то, достаточно богатые масонские архивы, и результатом его явилось, вот, его исследования явились, значит, три выдающиеся книги. Написал-то он Бош, но три выдающиеся книги. Это одна масонская ортодоксия, полностью изданная, кстати говоря, в издательстве Алитея. Вторая – это интерпретативный курс древних и новых посвящений, посвященный именно троечной мистерии, то есть мистерии ученика, подмастерии и мастера. И третья, кстати говоря, очень интересная философско-богословская книга о литургической практике, именно о литургической практике в христианстве и дохристианских религиях. Там берет метроизм, Древний Египет, ну и историю вообще литургии. Вот это очень интересная, потому что, значит, она достаточно редкая книга. Дело в том, что мы привыкли читать в основном богословов на сей счет, а здесь мнение, в общем-то, человека со стороны всего этого. Этим она и ценна. Но очень глубокая книга. И, соответственно, вот эти шесть, шесть с половиной, кто считает, семь томов инициатической летописи, которые утрачены. То есть вот результат его труда он, к сожалению, до нас не нашел. То есть он его отдал, то есть он его завещал Великому Востоку Франции, из архива Великого Востока Франции. Это произведение, в общем-то, труд всей его жизни, резюме всей его жизни, оно исчезло. Еще поискать, может, она не... Ну, нет, ну, Блаватский считает, что, значит, ее купили иезуиты, что вполне вероятно. Наверняка она, значит, в библиотеке Ватикана и хранится тогда. Или в библиотеке иезуитского ордена. В семье, с вами. Да, конечно. Он ее не успел издать. Не успел издать. Не успел издать. Масонская ортодоксия должна была войти в один из том, как бы. Один из томов. Он ее не успел издать. И вот посвященная литургии его исследования, это тоже, как бы, фрагменты. Фрагменты вот этой его титанической работы, титанического труда. И, кстати говоря, я помню, что вот по книге из библиотеки моей мамы, значит, французской книги Рагона, масонской ортодоксии, там была гравюра его с кордоном 33-го градуса. Но, к сожалению, вот этот портрет мне не удалось найти. Нигде. Ни в интернете, ни в других изданиях. И поэтому, естественно, вот существует такой портрет, где он в инсигниях. Значит, здесь он в инсигниях. Да, в инсигниях ордена, темплиерского ордена, то есть нашего ордена, как раз идущего от Фабре по Лапра. Ну, а здесь его... Картинка, по-моему, в Википедии. В Википедии, да, в русской Википедии. А здесь очень хороший, значит, его... По повышению, я, кстати говоря, помню, что вот как раз я в Википедии когда читал, там было написано, что как раз Великий Восток Франции очень сильно осудил его. Да, да, да. Курс, интерпретативный курс, да. Он осудил, да. То есть он и осудил, но как бы осудил, но тем не менее он продолжал функционировать. Вот его хорошая фотография из американского масонского издания. Кстати, редкий, достаточно портрет. Вот. И поэтому, конечно, значит, ну, что хочу сказать. Он умер как добрый католик и похоронен на католическом кладбище. Да, я здесь церковь даю, где он похоронен, в Лотаринге. Между прочим, недалеко от того места, где была Олесия, которая была уничтожена войсками Юлия Цезаря, и где был посвятительный центр именно друидов. Друидов гальских, вот галов гальской религии, от которой практически ничего не осталось уже в первом веке нашей эры. Рим практически уничтожил все. То есть вы тут как раз перебрасываете мостик туда? Да, это он перебрасывает. А, вот. Он перебрасывает, да, в своей книге, там, но говорит, это все исчезло. Гальские посвящения, значит, друидические посвящения, они исчезли. И мы знаем о них только вот буквально какие-то фрагменты, буквально по каким-то отдельным молитвам, каким-то заклинаниям. Ну, вот так. То есть он, значит, связывает это все. Ну, соответственно, он, как это называется, галаман, как угодно, франкофил, я не знаю, там, да, он такой. Это я еще раз говорю, что... И достаточно, я хочу сказать, значит, патриот Франции, французский патриот и, в общем-то, патриот французского государства на тот момент монархического. Вот. Ну, там целый ряд монархий был в 19 веке, мы знаем, но он патриот был и оставался. И похоронен, как добрый католик. А не потому ли, кстати говоря, он сложился в полномочии и уехал, по-моему, это где-то 20-е годы, 19 века примерно, да? после 20-го года. Как раз это вот разгром Наполеона и... Ну, конечно, да, поскольку он был, он был чиновником, достаточно, значит, чиновником Наполеона, да, совершенно верно, да. Но потом, в 20-е годы он уехал в Америку, ну, вот, значит, тем не менее похоронен, как добрый католик. А умер где, в Америке? Нет, умер он в Брюге. А, уже вернулся. Ну, да, он умер в Брюге и в Бельгии. И похоронен, соответственно, там, где он прожил свои последние годы, где как раз писал, ввел огромную корреспонденцию, то есть, и где он составлял свою нестатическую летопись, это в департаменте Вокулюс в Лотаринге. Ну, рядом с Олезией, как раз, Олезией, Олезией, как раз, где был центр, я думаю, я думаю, он и похоронен там на кладбище в селении, где он жил, где было его имение на тот момент, на кладбище церкви Святой Маргариты, на погосте. И оно до сих пор погост, и, в общем-то, это погост его семьи, вот там, там его дети похоронены. Ну, погост семьи, если я правильно помню, он же самый из буржуа был, да? Он был из буржуа, был женат на аристократке, да, до Бетянии, но, да, он был сам из буржуа, из центральной Франции. А семейное, вот это кладбище Чьё, вот это... Это, я думаю, он, нет, это, я думаю, он, они там уже жили с супругой, вот, и, собственно, ну, там он дописывал, что ли, шлифовал свои труды, которые, те материалы, которые ему удалось добыть в той же Америке. А вот это, кстати, интересный вопрос, можно я его задам? Вот вы сказали, что вот он к 40-м годам 19-го века были уже огромные архивы в Москве. Ну да, конечно. Но у меня вот два вопроса. Во-первых, они, наверное, все же не американские были, все же, скорее, во Франции большинство архивов, нет? в Англии в конце концов. В Англии. Это первое. И второе, что вот ему прям так легко открыли эти архивы, то есть вот он, несмотря на свою, как бы, ученость, он же, в общем-то, не был высокоградусным представителем, ну, скажем, там, князем какими-то английского пастушания или даже... у него был, да, но у него был большой авторитет в масонской среде, на самом деле, и плюс ко всему еще то, что он был несколько раз... В 33-й году? Был в 33-й году. Я просто говорю, что вот детская книга, которая, ну вот, не сохранил я ее... В 33-й по ДПШУ. По ДПШУ, да. в 33-й по ДПШУ. Там он был как раз с перстнем, я вот помню, на этой гравюре, величайшая гравюра, и как раз с кордоном 33-го градуса. Вот Мисраим считал, это иудейский обряд, вот он считал Мисраим, это конкретно... Контринициатические, да. Он потом издал еще, у него огромная книга, называется «Общий туэльер». Ну, кровельщик по-русски, да, можно так перевести кровельщик, кто-то покрывает храм. Вот, снаружи. Общий туэльер это набор, скажем, огромный, ну, свод, я бы не скажу, да, собрание, свод ритуалов разных. Начиная от ритуала, кстати говоря, парамасонского ритуала еще, архиепископа Фенелона, известного деятеля времен Людовика 14-го, Людовика 15-го, написавшего приключения телемаха, сына Одиссея, да, которую перевел наш замечательный поэт Василий Тридяковский на русский язык вот этим шестистопным ямбом. Он собрал это все, это издано, но дело-то в том, что он вменяет как раз именно, и описание дается этих ритуалов, он вменяет как раз происхождение ритуала паладизма, который потом все, вот этот ритуал паладизма, он был в конспирологической литературе полностью, ну, полностью разоблачен, как люциферианский и сатанический, ну, это уже поздняя литература, и что там, правда, что там, нам сейчас сказать сложно, но он, его относит, ну, я думаю, как исследователь, он его относит как раз к архиепископу Фенелону, то есть, знаменитому вот французскому прилату и литератору, писателю выдающемуся, и так дальше. Это начало 18-го века, еще до этот ритуал существовал, до формальной организации масонства вот в 1717-м. Вот он описывает, да, ритуалистику, и это, если я правильно понимаю, это, ну, неверный ход, то есть, этого нельзя делать в соответствии с масонскими правилами, да, не за это ли его, условно говоря, вот, очень сильно ругал Великий Восток и, соответственно, его книгу. А может быть, и вопрос о миле, и ты пришел его выше? Нет, это, конечно, нам сейчас сложно что-то сказать, вот, и, как бы, субъективный вопрос. Нет, конечно. Вот он прям реально вот описал ритуал, имея в виду, что вот там вот, все как это вот, как происходит. Он написал, у него, скажем так, ну, скажем так, у него толкование на эти ритуалы, да, не имели доступа к этим книгам, да, имел доступ только интеллектуальная, скажем, элита, даже во Франции, да, с учетом того, что грамотности во Франции в общем, среди населения, она оставляла желать лучшего. И, соответственно, имели, да, он действительно затронул там именно глубины масонские, вот именно глубины, ну, возможно, гностические глубины, за что его критиковал Великий Восток. То есть, может быть, это не надо было разглашать для всей широкой публики. Самое смешное, что, в общем-то, да, опять думаешь, если бы он что-то придумал бы, там, да, ну, там, условно говоря, какие-то жуть какую-то, нагнал там, что масоны вот такие-сякие и так далее, тогда еще понятно. А здесь-то, собственно, из-за чего можно было человека? Он затронул, я говорю, затронул гностические тайны, которые нельзя было бы, скажем, разглашать профанному миру. Ну, то есть, нельзя было экзотерическому окружению. В общем, интернета тогда не было. Сейчас все, все, все. Сверху, три, да, пожалуйста. Вот какие тайны, вот, допустим, вы там о них пишете, ну, хотя бы одна. Можете? Что, что такое вот нельзя было в те времена говорить? Да, вообще-то, по большому счету, там, ну, хочу сказать, в общем-то, всем более-менее искушенным людям все там было известно. Совершенно верно, да. Но, но какие-то субъективные вещи, потому что, скорее, вот субъективные вещи, ну, правильно, да. Хотя, если от кого-то хотят избавиться, надо найти причину. вот это очень удобно, как разгласили битуалы, там. А потом, ведь, дело в том, что он был удающийся человек, то есть, одаренный, одаренный от природы, и, соответственно, даже в масонской среде была большая ревность к нему. То есть, ну, как обычно, это, почему он может, а я не могу. Ну, из этой серии, это же везде. Все человеческие, как говорится, пороки, они всегда. Ну, что, господа, я так понимаю, что мы потихоньку взглянемся к закату, если мы здесь. Господа, я благодарю вас за... Только можно ручечку? Можно ручечку? Я подпишу. Да, я подпишу. Игорь Иванович, спасибо вам большое. Счастья. Спасибо.